Добрый день, друзья! Вот уже 5 лет цифровая история занимается просветительской деятельностью. Наш канал существует благодаря вашей поддержке. Если вы хотите поддержать наши циклы, например, видео Кирилла Борисовича Назаренко о морских сражениях, Бориса Григорьевича Кипниса об эпохе Екатерины II, мои лекции о Нюрнбергском процессе и преступлениях нацистов, вы можете сделать это на ресурсе sponsor.ru. Там есть специальная опция «Цифровая история». Вы можете перечислить сумму единовременно или подписаться на аккаунт. Тогда вам будут доступны наши ролики за некоторое время до их выхода на официальном канале, а также эксклюзивные материалы и бэкстейджи с наших съемок. Прочитать все подробности и оформить подписку можно по ссылке в описании. Большое спасибо всем и до встречи на «Цифровой истории». Я долго думал, как назвать свое выступление, но в итоге решил остановиться на фигуре Генриха Гиммлера и расследовании его преступлений. Вы видели эту фигуру в видеоряде к песне. И, конечно, это одна наряду с Гитлером из центральных фигур в планировании и осуществлении преступлений Третьего Рейха. И начать я хотел бы вот с чего. Это вот второй заголовок. А начнем мы вот с этого момента. Итак, 20 января 1942 года состоялась печально знаменитая ванзейская конференция. Это совещание гитлеровских статс-секретарей, которое прошло на живописной вилле возле озера Ванзей в пригороде Берлина. И вот на этом совещании нацистские чиновники окончательно согласовали план уничтожения евреев Европы. Предполагалось, что за короткий срок будет уничтожено 11 миллионов человек. То есть евреи, проживающие во всех странах Европы, попавших под власть нацистской Германии. Параллельно с этим уже происходила так называемая операция Райнхарт. Это строительство трех лагерей смерти, Белжеца Собебора и Треблинки, на оккупированной территории Польши. Все эти лагеря были оснащены газовыми камерами и крематориями для уничтожения тел. То есть вот именно там и должно было происходить уничтожение евреев. Но вот понимаете, в чем парадокс? От Ванзейской конференции сохранился один-единственный экземпляр протокола. Сохранился он благодаря человеку по имени Мартин Лютер. Это чиновник Министерства иностранных дел, который был очень амбициозен. Он интриговал против своего шефа Иохимова фон Риббентропа. Ну и за это был арестован и попал в лагерь Заксенхаузен. Ну и вот его протокол некому было уничтожить. Поэтому в конце концов он был найден, правда уже после Нюрнбергского процесса. Но тем не менее он был найден. И если мы откроем этот протокол, мы не прочтем там ни слова о лагерях смерти, газовых камерах и крематориях. Там будет сказано только о том, что раньше нацистская Германия стремилась вытеснить евреев из общественной жизни Третьего рейха и принуждала их к эмиграции. Ну а с началом Второй мировой войны ситуация поменялась. И теперь новый метод обращения с евреями – это эвакуация евреев на восток, где им будет найдено наилучшее применение. В этом документе говорилось, что евреи будут отправлены на работы, в частности, на строительство дорог, в результате чего их численность уменьшится естественным образом. А оставшиеся евреи, самые выносливые, самые сильные, потребуют иного подхода. И все это называлось окончательным решением еврейского вопроса. То есть в этом документе использовались разнообразные эвфемизмы, разнообразные обороты речи, которые хотя и были сами по себе преступными, но они все-таки вуалировали, скрывали тот чудовищный план, который уже к этому моменту действительно существовал и планировался к реализации. И мы бы, может быть, и не узнали о том, что этот план осуществлялся реально, если бы Германия не проиграла Вторую мировую войну. Давайте на секундочку представим, что Германия, скажем так, сумела, не хочется представлять, что Германия победила, но, допустим, сумела выиграть ничью, удержаться по линии Днепра или по линии Вислы. Есть такой роман Ричарда Харрисов от Орлянд, может быть, кто-нибудь его читал. Есть художественный фильм по этому роману с Ротгером Хауэром, где как раз такое будущее представлено. И, в принципе, этот роман, как мне кажется, это интересная игра ума. То есть то, что Ричард Харрис представил, это достаточно достоверно. 1960-е годы, нацистская Германия, власти по-прежнему Гитлер, и никто достоверно не знает, что евреев на самом деле уничтожали. Вроде бы они где-то там на востоке. Вот если бы Германия удержалась, и историки будущего стали бы строить, выстраивать представление о том, что происходило исключительно на документах, то они взяли бы этот документ, протокол Ланзейской конференции, и ничего про газовые камеры бы там не прочитали. А если бы газовые камеры не были найдены, то, соответственно, были бы основания считать, и я уверен, что были бы такие монографии, такие научные статьи, были бы основания считать, что нацисты ничего подобного не планировали и не делали. Да, евреи умерли, но шла война, люди умирали. Была бы большая научная дискуссия о том, происходило ли это на самом деле. И вот этот метод фальсификации документа, скрытия своих истинных планов, он для нацистов был очень характерен. И появилось это, конечно, не во время Ланзейской конференции. Они так делали заранее, заблаговременно. Ну, например, возможно, вам известна чудовищная акция Т-4, названная так по офису этой акции, этой операции на Тергартенштрассе 4 в Берлине. Это уничтожение всех душевнобольных и неработоспособных инвалидов в самой Германии. Оно началось в 1939 году и закончилось к 1941 году. Было уничтожено в ходе этой акции 70 тысяч человек. 70 тысяч граждан Германии, потому что с точки зрения нацистского режима все они были признаны бесполезными едоками. Но это происходило тайно. Родственники жертв не знали о том, что это происходит. Им выдавали поддельные справки, в которых было написано, что кто-то умер от почечной недостаточности, кто-то от инфаркта, кто-то от инсульта. И, опять же, если выстраивать некую историческую реальность только на этих документах, то все эти люди умерли естественной смертью, никакой операции не было. Мы знаем о ней. Кстати, вопрос, почему мы о всем этом знаем. В первую очередь потому, что, конечно, нацистская Германия проиграла. И мы сумели познакомиться с уликами, с этими лагерями смерти, с этими газовыми камерами, но еще и потому, что нацистские преступники были призваны к ответу. И вот очень важная роль во всем этом играют свидетельские показания реально пойманных убийц. В частности, вот этого человека. Это Адольф Эйхман. Это человек, который был секретарем в Анзейской конференции. Иногда его называют архитектором Холокоста, хотя это не совсем верно, потому что, конечно, архитекторами Холокоста были Адольф Гитлер, Генрих Гиммлер и Рейнхард Гейдрих, главные руководители нацистской Германии и ее спецслужб. Но Адольф Эйхман действительно был техническим специалистом, который все это осуществлял. Возможно, вы знаете, что он скрылся в Аргентине и был оттуда выкраден израильскими спецслужбами и предстал перед судом в Иерусалиме, где многое рассказал. Вот согласно показаниям Эйхмана, на Ванзейской конференции уже там сначала они все это расписали, кто как умрет, кого куда отправят, а потом был фуршет. И вот на этом фуршете они очень откровенно говорили о том, что евреев удушат газом в газовых камерах. То есть ни о каких вот этих темах, что они умрут от тяжелых работ естественным образом, не говорили. Говорили именно о методе газации. Вот это мы знаем именно из показаний Эйхмана и многое вообще о планировании нацистской Германии. Мы знаем именно из показаний, из перекрестного сопоставления показаний тех нацистских преступников, которые попали в руки правосудия. Это и командир Айнзацгруппы Д от Талендорф, это и комендант Аушвицца Рудольф Хёс, это и многие другие люди. И часть из этих людей она попала в советский плен. Ну вот политика и мотивация политики по отношению к евреям, она достаточно понятна и очевидна. Что насчет славян? Вот это важный вопрос. Потому что в документах об уничтожении славянских народов говорится не так уж много. Но тем не менее все-таки говорится. Теоретическое отступление в историографии существует консенсус относительно того, что война гитлеровской Германии против СССР была войной на уничтожение. Надо сказать, что сам этот термин пришел из западной историографии, которая в этом отношении, на мой взгляд, гораздо объективнее, чем российская историография 90-х и нулевых годов. Ну, к счастью, вот какие-то позитивные отголоски из западной историографии до нас доходят. Значит, понятно, что основная масса населения, погибшая в ходе Великой Отечественной войны, это были гражданские люди. 13 миллионов человек, средняя оценка гражданских жертв, плюс 3 и примерно 3 десятых миллиона советских военнопленных, которые были сознательно уничтожены в немецком плену. То есть 16-17 миллионов человек – это гражданские жертвы. Ну и из них примерно 2,5 миллиона – это евреи. Надо сказать, что это огромное число, потому что всего евреев, как считается, было уничтожено в Европе 6 миллионов, ну и вот чуть меньше половины – это были наши с вами сограждане. Ну а кто остальные и почему они погибли? Вот этот вопрос, который, на самом деле, вызывает серьезные дискуссии. И я, и это широко известно тем, кто смотрит канал «Цифровая история» и приходит на мои лекции, последовательно уже много лет настаиваю на том, что это была сознательная политика геноцида, целью которой была децимация или уменьшение славянских народов, ну и в первую очередь русского народа, конечно. И такая точка зрения не маргинальна, она широко представлена, опять же, в западной историографии, и чтобы доказать это, я вам покажу две цитаты из просто классиков западно-германской, ну вообще теперь уже германской науки. Вальфрам Ветте и Ханнес Хейер – это два человека, которые создали знаменитую выставку «Война на уничтожение», которая сначала прошла в Гамбурге, а потом и во многих других городах Германии. И эта выставка показала, в первую очередь, западно-германскому обществу, потому что в ГТР это знали, а вот в западно-германскому обществе там господствовал так называемый миф о чистом вермахте, который гласил, что во всем виноваты СС. Это вот СС, они там жгли, убивали, а мы, вермахт, воевали. Но это не так, на самом деле, и вермахт был очень глубоко вовлечен, а в ряде случаев и целенаправленно выступал инициатором массового уничтожения советского населения. И вот Вольфрам Ветта говорил, «Перед прямой угрозой планомерного физического уничтожения оказались не только евреи, но и славяне, население захваченных Германией в 1941-1944 годах советских территорий. Лишь недавно предметом исследования историков ФРГ стал другой Холокост, направленный против славянского населения СССР, которое наряду с евреями было провозглашено низшей расой и также подлежало уничтожению». Слова Ханна Сахейра. «Замечательно, что на государственном уровне сохраняется память о Холокосте, а в Берлине существует мемориал жертвам Холокоста. Но это утешает меня лишь наполовину, потому что другой геноцид, также подготовленный и осуществленный на расовой почве, отсутствует в памяти и до сих пор не занимает положенного места». Вот интервью, из которого я взял эти слова Ханна Сахейра, было дано в 2020 году. То есть это актуальная точка зрения, актуальная позиция. И как нам установить, что осуществлялся именно геноцид, а не какой-то другой тип преступления, не просто массовое убийство? Геноцид — это действие, совершаемое с намерением полностью или частично уничтожить этническую, национальную, расовую или религиозную группу как таковую. То есть основным в доказательстве геноцида является геноцидальное намерение. Нам надо доказать, что Гитлер, Гиммлер и остальные нацистские бонзы стремились уничтожить именно народ или уменьшить именно народ, а не убивали каких-то конкретных лиц. И вот, собственно, как это можно доказать? Какими типами источников это можно доказать с юридической точки зрения? Тремя, на мой взгляд, заявлениями лидеров нацистской Германии, официальными документами и показаниями представителей карательного аппарата относительно тех инструкций, которые им выдавались. Сегодня я в своем выступлении буду мало касаться первых двух пунктов, хотя они тоже существуют, и сконцентрируюсь на третьем — на показаниях представителей карательного аппарата. Это важно потому, что точно так же, как и показания Эйхмана по поводу ванзейской конференции, эти показания проливают свет на то, как верхушка Третьего Рейха комментировала отдаваемые приказы. И мне кажется, что это будет очень интересно, потому что то, что я вам сегодня расскажу, ну, часть, точнее, того, что я вам сегодня расскажу, еще никто не знает, потому что это содержание документов, рассихреченных совсем недавно, и часть из них, кроме меня, никто еще не смотрел. То есть эти документы, как я увидел, некоторые, точнее, из этих документов, я увидел первым после следователя в 1946 или 1947 году. И начнем мы вот с этого человека. Это Пауль Шейер, который возглавлял полицию города Киева с 1941 по 1943 год. Он попал в советский плен и предстал в качестве одного из главных подсудимых на киевском процессе 1946 года. У него очень подробные показания и очень интересные, потому что они проверяемые. В частности, Пауль Шейер рассказал, что летом 1942 года он был приглашен на совещание Генриху Гиммлеру, проходившее в так называемом Хигевальде. Кто не знает, что такое Хигевальд? Никто не знает. Ну и ладно. Наверняка вы все что-то слышали про генеральный план Ост, и также, наверное, слышали о том, что генеральный план Ост не был закончен, подписан Гитлером и так далее. Это был просто план, который не перешел в стадию реализации. Это так, но так да не так. Почему? Потому что хотя план заселения захваченных советских территорий, основание там нацистских городов, был действительно не закончен, но сама такая практика еще до подписания плана уже существовала. На захваченной территории Украины начали строиться немецкие городки. И первым таким городком был Хигевальд. Он был построен к 1 июля 1942 года. И Генрих Гиммлер, глава СС, который буквально грезил завоеванием жизненного пространства на Востоке, считал это своим личным триумфом. Он считал это зерном, из которого вырастет могущественная немецкая империя, приросшая вот этими восточными территориями, в том числе советскими черноземами. И как только Хигевальд был достроен, Гиммлер переехал туда и несколько месяцев там прожил в полной уверенности, что вот это начало Великой Восточной империи. А Гитлер в это время жил по соседству, видится, и они часто, так сказать, друг друга видели. И вот Гиммлер приглашает к себе на совещание высших руководителей СС и СД, которые работают на Украине, среди них Павла Шейера. И Шейер дает подробные указания, о чем говорил Гиммлер. Надо сказать, что доклад, сама по себе эта речь не сохранилась. Доклад Гиммлера не был разослан участником по окончании, то есть он был абсолютно секретным, но его содержание мы можем узнать как раз из недавно рассекреченных показаний Шейера. И что же говорил на этом совещании Гиммлер? Гиммлер привел ряд фактов, которые якобы доказывали присутствие германских племен на территории Украины еще в пятом веке нашей эры. И таким образом обосновал законность присоединения ее территории к Германии. Он утверждал, что немцам не найти лучших территорий для расселения и пообещал тем эсэсовцам, которые особо отличаются в текущей войне, большие земельные пожалования в этом регионе. При этом Рейсфюрера крайне волновал демографический вопрос. Это действительно так. У Гиммлера очень много высказываний относительно того, что немцев мало, а русских, советских людей очень много. И вот что его пугало, это именно эта демографическая диспропорция. Поэтому Гиммлер говорил о том, что начать переселение нужно именно с молодых немцев, с молодежи, чтобы добиться большого прироста населения именно на оккупированных территориях, на захваченных. А с другой стороны, речь пошла о сокращении коренного населения. Гиммлер говорил, что наша задача, то есть задача силовых органов, очистить территорию Украины для будущего переселения немцев. И для этой цели нужно вести политику массового истребления украинцев. По утверждению Гиммлера, число украинцев должно было также сократиться в связи с потерями на фронте, а оставшиеся военные вместе со всей Красной Армией будут уничтожены. То есть Гиммлер здесь говорит о том, что политика уничтожения военнопленных, которая была на пике зимой 1941-1942 года, она должна будет продолжиться по окончании войны. И оставшееся украинское население на оккупированной территории нужно свести до минимума. И конкретно, вот какие указания дал Гиммлер, что для этого нужно делать. Как можно больше арестовывать и уничтожать мирных советских граждан под видом борьбы с антигерманским движением. Безусловно, уничтожать всех, кто хоть в малейшей степени подозревается в борьбе против немцев или сопротивляется нашим мероприятиям. Часть трудоспособного населения Украины насильно вывозить в Германию на каторжные работы. И оставшееся в живых украинское население, не уничтоженное по каким-либо причинам и не угнанное на работу в Германию, Гиммлер намеревался переселить в Россию, а территорию Украины полностью заселить немцами. Понятно, что это был план на некое отдаленное будущее, и Гиммлер об этом говорил, что вот мы эту работу начнем после победы, но подготовительные мероприятия надо осуществлять уже сейчас. И ключевое здесь уничтожать максимум населения под видом борьбы с антигерманским движением. То есть антигерманское движение трактовалось максимально широко. И вот есть такой термин нулевая толерантность, когда каждое твое действие, которое может быть интерпретировано против оккупанта, будет интерпретировано против оккупанта. В данном случае была не нулевая, а отрицательная толерантность. То есть немцы сознательно искали поводы, чтобы иметь возможность населению убить. Таким поводом могло стать и какое-то высказывание, таким образом могло стать минимальное нарушение или действие истолкованное как нарушение. Много убийств было совершено из-за формальных нарушений комендантского часа и так далее. И Шейер об этом говорит. Он говорит, что много советских граждан расстреливался под видом партизаны. По документам они проходили именно как партизаны. Если кто-то из жителей был обнаружен в лесу, то независимо от того, по каким причинам он там находился, его полиция расстреливала как партизана. Расстреливали также движущихся по дорогам. Хотя население крупных украинских городов очень голодало, и оно просто не могло не выходить за пределы города, потому что так оно пыталось спастись от голодной смерти. К партизанам также причисляли тех, у кого не было документов. Малейшего неповиновения было достаточно для ареста или немедленной казни. Эти аресты, показывает Шейер, служили политике Гиммлера, подготовить место для немецких колонистов по окончании войны. То есть вот наша задача вообще объяснить, а почему нацистская Германия организовала на оккупированных территориях такой режим, который постоянно воспроизводил практику массовых убийств. И вот ответ на этот вопрос, потому что это было желаемо, это было желательно. Цель была в том, чтобы найти поводы для сокращения местного населения. Эти методы сокращения были разными, но вот один из них — это массовые убийства прямого действия. Ну и надо сказать, что если бы показания Шейера были единственными, можно было бы от них отмахнуться. Но они были не единственными. По тому же процессу проходил Вильгельм Геллерфорд, обершарфюрер СС, который служил в оккупированном Днепропетровске. И он рассказал, ну, по всей видимости, о результатах этого совещания. Он сам не имел такого чина, чтобы на таких совещаниях присутствовать. Его начальник Вильгельм Мульде, тем не менее, дал ему похожие указания и даже указал на относительные разногласия в верхах, которые существовали по поводу советского населения. Значит, Мульде говорил о том, что есть две точки зрения. И это действительно так. Одна точка зрения принадлежала Альфреду Розенбергу. Альфред Розенберг, министр оккупированных восточных территорий, был ярым украинофилом. И он считал, что вообще это нужно было бы дать Украине марионеточную государственность. Конечно, под каким-то германским протекторатом, но нужно поощрять украинское национальное движение. Но точка зрения Розенберга, она не возобладала, потому что Гитлер считал, во-первых, что немцы и без украинских националистов победят. А во-вторых, из Украины нужно было методично выкачивать зерно. А это было несовместимо с попыткой как-то пестовать украинское националистическое движение, потому что таким образом невозможно было украинским националистам объяснить, почему Украина будет голодать. И вот Гиллерфорд, он пишет, что позиция Розенберга, она в том, чтобы украинцев не уничтожать, уничтожать только коммунистов, ну и евреев, естественно. А единственное, что можно делать с украинцами, это вывозить их на каторжные работы. А позиция Гиммлера, она была другая. Он был сторонником того, чтобы и по отношению к украинскому населению действовал вот этот принцип отрицательной толерантности. И Гиллерфорд дает показания, что Мульде, давая инструкции своим подчиненным в Днепропетровске, завершил речь так, что да, у Розенберга одна точка зрения, у Гиммлера другая, но поскольку наш шеф Гиммлер, мы должны следовать его позиции. И, соответственно, этой позиции и следовали. Ну и надо сказать, что получалось, потому что сторонником метода Гиммлера, сторонником стратегии Гиммлера был рекскомиссар Украины Эрих Кох, формальный подчиненный Альфреда Розенберга, но только не подчинявшийся своему номинальному шефу и делавший все, что захочет. Кох был очень влиятельным человеком, он параллельно занимал пост гауляйтера Восточной Пруссии, имел огромные связи и в СС, имел огромные связи и в партийных кругах. И если Розенберг пытался на него давить, то Кох сразу же слал компромат по партийной линии Мартину Борману и Розенбергу, в общем, у него не получалось никак осуществлять свои министерские функции. И относительно вот этих перипетий дал свои показания Георг Хайниш, тоже очень любопытный нацистский военно-пленный, это человек, который был гибиткомиссаром Мелитополя, то есть это гражданский руководитель оккупированного Мелитополя. Он присутствовал на совещании, где Эрих Кох заявил, что он принял твердое решение отправить на работу в Германию все трудоспособное население северных районов Украины, а остальное население этих районов уничтожить. Такая работа облегчит колонизацию советской России. Лучше, сказал он, повесить на 10 человек больше, чем одним меньше. И это, соответственно, тоже исполнялось. В качестве примера можно перевести знаменитую, если вы читали мою книгу, там об этом есть, Цуманьскую бойню, которая потом стала предметом разбирательства на Нюрнбергском процессе. Цумань, это на Волыне, Эрик Кох решил сделать свои охотничьи угодья и принимать там высоких гостей из Берлина. Население оттуда коренное собирались перевезти, но перевозка представляла серьезные логистические проблемы, и людей просто расстреляли. Объявили вот это все партизанской зоной и расстреляли. Это поставило под угрозу лесозаготовки в данном районе, и когда Альфред Розенберг об этом узнал, он попытался свалить непокорного Коха и написал жалобу и Гиммлеру, и Гитлеру. Но Кох дернул за свои ниточки, и перед Гитлером Цумань была нарисована в виде какого-то страшного партизанского форпоста, где бравый рейхскомиссар в союзе с органами полиции одержал великую победу и таким образом защитил немецкий тыл. И для Розенберга это явилось мощнейшим карьерным поражением. Его вынудили униженно извиняться перед своим подчиненным, и Генрих Гиммлер встал в этих условиях абсолютно на сторону Коха. Таким образом, линия Розенберга не реализовывалась, а реализовывалась именно линия Гиммлера и Коха. Линия, нацеленная на тотальное подавление и частичное уничтожение. Но речь идет не только об Украине, речь идет обо всей оккупированной территории. Здесь важную роль играют показания вот этого человека, Риха фон Денбах Зелевского. Достаточно известны его показания на Нюрнбергском процессе, данные 7 января 1946 года. Во время допроса, осуществленного советским обвинителем Юрием Покровским, Бах рассказал о совещании в замке Вивельсбург, которое происходило накануне вторжения в СССР. И вот на этом совещании Генрих Гиммлер сказал, что целью похода на восток является сокращение числа на 30 миллионов человек. То есть для Гиммлера, как и для Гитлера, Гитлер тоже неоднократно говорил об этом, и это зафиксировано, целью, одной из целей было сокращение славянского населения с целью подрыва демографии советской и с целью очищения территории для последующей колонизации немцами. Мы сегодня знаем, откуда взялась эта цифра, почему именно 30 миллионов. Это цитата фактически из плана гитлеровского статуса секретаря Герберта Бакки, человека, который разрабатывал экономическую стратегию ограбления Советского Союза. Его идея заключалась в том, что если тотально ограбить СССР, если все снабжение, все зерно из черноземных регионов Советского Союза пойдет на снабжение вермахта и рейха, то есть часть пойдет в армию, а часть будет просто вывезена для прокормления немцев, то в нечерноземных регионах, и в первую очередь в Ленинграде и Москве, наступит чудовищный голод, в результате умрут от 20 до 30 миллионов человек. И это была действующая концепция, которую попытались воплотить, и, к сожалению, она частично воплотилась, ее жертвами стали и советские военнопленные, и жители блокадного Ленинграда, и организованный голод был и в других крупных городах, даже тех, которые немцы заняли, это и Харьков, это и Киев. Чудовищный голод был в Пушкине, Павловске, голод был организован в Крыму, в частности, в Ялте. Но Гиммлер говорил о том, что голод – это хорошо, но мы должны дополнять этот голод акциями прямого уничтожения. Это достаточно уже известные факты, но вот мне удалось ознакомиться с тем делом, следственным делом Эриха фон Донбахзилевского, которое отложилось в архиве в Соединенных Штатах Америки. А он сдался в плен англичанам и допрашивал его американский прокурор Телфорд Тейлор. И там он еще подробнее рассказывает про это совещание и про цель Гиммлера уничтожить 30 миллионов человек и говорит, что эта стратегия стала применяться потом, уже во время контрпартизанских операций, а Бах был главой штаба по борьбе с бандами. Банды – это такое эфемистическое наименование партизанских объединений в германском делопроизводстве. Так вот, Бах говорит о том, что эта стратегия применялась, использовалась в качестве предлога для проведения других мер, таких как уничтожение евреев и цыган и систематическое сокращение славянских народов на 30 миллионов душ, чтобы обеспечить превосходство немецкого народа. То есть имеется в виду, что под предлогом, под прикрытием антипартизанской борьбы уничтожалось гражданское население, а в документах оно проходило, как партизаны или саботажники. Эти показания были неизвестны вообще, мне кажется, никому. Ну, западные историографии они не цитировались, ну, российская-то и вообще, это никому не надо было. Так что можно считать, что я это оглашаю сейчас вам впервые. Ну, а единственный момент, на котором я хотел бы сакцентировать ваше внимание, что Бах, когда эти показания давал, он находился в сложном положении. Он должен был, с одной стороны, говорить правду, чтобы дать следствию проверяемые улики против подсудимых трибунала, а от него пытались получить доказательства участия Вермахте в этих операциях. Но, с другой стороны, конечно, он хотел умолчать о собственной роли в преступлениях на Востоке. И поэтому говорил он следующее. Он говорил, что Гиммлер намеренно отдавал неконкретные приказы, например, допустил крайне размытое толкование термина «пособник партизан», чтобы увеличить масштабы истребления. Ну, вот прямые слова Баха. «Подобное отсутствие руководства со стороны ответственных кругов является трусливой передачей ответственности ниже стоящим эшелоном. Но если для всех очевидно, что отсутствие руководства приводит к хаосу репрессий и, тем не менее, не отдается никаких четких приказов, то единственный возможный вывод состоит в том, что этот хаос задуман лидерами наверху». Ну, конечно, в этом какая-то доля правды есть. Однако это не вся правда, поскольку наряду с неконкретными приказами давались вполне конкретные устные инструкции. И в этом смысле показания Баха очень хорошо дополняют показания его заместителя штаба по борьбе с бандами, генерала СС Эбергарда Герфа, который попал в наш плен. И его следственное дело находится у нас в Центральном архиве Федеральной службы безопасности. Его судили на минском процессе. Если положить, с одной стороны дело Баха, а с другой стороны дело Герфа, выясняется, что они рассказывают примерно одно и то же. Причем это совершенно точно не спланированное единство. Они давали показания в разное время, разным следователям, представителям разных стран, но говорят примерно одно и то же. Эбергард Герф тоже знал про план уничтожить 30 миллионов. Он в Минск приехал в 43-м году, и первоначально, как он говорит, он услышал об этом от главы Генерального округа Белоруссии Вильгельма Кубе, что такой приказ существует. Непонятно, Кубе сочувствовал, не сочувствовал этому, но он про это знал. А потом Бах поставил это уже как директиву. Ну и Бах и Герф себя рисуют людьми, которые этому чуть ли не против выступали. Гиммлер они считали сумасшедшим. Но, тем не менее, политика-то реализовывалась, и Бах и Герф были в ней замешаны. Значит, понятно, что они пытаются валить на Гиммлера, и в этом смысле они дают схожие показания. Вот в деле Баха есть такой отчет о его допросе. Источник, то есть сам Бах Зелевский, утверждает, что несколько раз он лично предлагал Гиммлеру прекратить призывы к антипартизанским репрессиям из-за стрельбы по немецким солдатам или сожжение деревень. Он чувствовал, что все эти чрезмерно силовые меры против партизан приведут только к их окончательной полной консолидации и еще сильнее сплотит русский народ перед лицом немцев. Он рекомендовал прекратить казни евреев и заложников, поджоги и разграбления деревень и попытаться создать систему, позволяющую поладить с русским народом на территории оккупированной немецкой армией. Источник заявил, что Гиммлер холодно отверг его предложение, и в это время он почувствовал, что Гиммлера действительно интересовал только его первоначальный план уничтожения евреев и славян. Ну и примерно это же Бах Зелевский говорил на Нюранбергском процессе, когда он закончил у Геринга, а Геринг сидел на скамье подсудимых, случилась истерика, и Геринг орал вслед уходящему Баху, «Кого вы слушаете? Он был самым кровавым убийцем из этой проклятой шайки». Ну примерно так оно и было, да. Но тем не менее, вот по поводу 30 миллионов Бах, похоже, говорил правду. Ну и Герф дает такие же показания. Он тоже говорит, что мирное население уничтожалось под видом контрпартизанских акций. И рассказывает вот такой эпизод. Герфу пришлось лично докладывать Гиммлеру об итогах операции «Герман». Это операция лет 43-го года, которая происходила на территории Белоруссии в районе Нолюбокского леса. В ходе этой акции было по немецкой статистике убито 4280 человек, которые были записаны партизанами. И Герф доложил Гиммлеру о том, что сюда входят евреи, женщины, дети и военно-пленные. Как можно их всех причислять к партизанам? Это вызвало гнев Гиммлера, и он потребовал в будущем радировать в том же духе. То есть Гиммлер совершенно сознательно требовал, чтобы в немецкой документации гражданское население записывалось как партизань. Ну и еще один очень любопытный момент. В показаниях Фридриха Екельна, это начальник полиции в Рексскомиссариате Остланд, тоже встречается фраза о 20-30 миллионах. Он говорит, что узнал об этом исключительно от Герфа, но возможно, что узнал и гораздо раньше, поскольку политику по массовому уничтожению людей он вел вполне самостоятельно на подконтрольных ему территориях. Вместе с тем он признает, что имелись устные директивы, направленные на уничтожение, что Гиммлер и Кальтенбруннер, это глава управления имперской безопасности, назначенный на этот пост чуть позже, там Рейнхарда Гейдриха убили, потом некоторое время Гиммлер лично исполнял эти обязанности, потом назначили Кальтенбруннера, что вот они очень часто практиковали отдачу устных инструкций, и в частности именно с уксными инструкциями Екельн связывает насилие, совершенное над советскими детьми в концентрационном лагере Саласпилс на территории Латвии, где у детей выкачивали кровь. Мы точно не знаем, как это происходило, возможно, это были эксперименты для создания противотифозной вакцины, но факт в том, что такое насилие было, и Екельн связывал его именно с устными инструкциями, шедшими из Берлина. Ну вот еще одна любопытная деталь из показаний Бергарда Герфа, он рассказывает, эта деталь проверяемая, он рассказывает о том, что в качестве руководства к действию Гиммлер подарил ему одну книгу, это было жизнеописание Чингисхана. Меня заинтересовало, что за книга, какую книгу мог подарить Гиммлер. Удалось найти ответ на этот вопрос. Гиммлер действительно был большим поклонником немецкого историка русского происхождения. В России его звали Михаил, но, соответственно, в Германии Михаил Правдин, который написал в начале 30-х годов две книги про монгольскую империю и про Чингисхана лично. Гиммлер приказал эту книгу переиздать и в подарочном варианте действительно дарил ее высшим офицерам СС. И что его больше всего привлекало в Чингисхане? Конечно, практика поголовного уничтожения врагов, разрушения городов. И в этой книге есть очень интересный пассаж о том, что Чингисхан брал пленных, обращал их в своих рабов, но если их становилось слишком много, он приказывал их уничтожать, чтобы их стало поменьше. И известный американский историк Брейтман, который комментирует этот пассаж, это известие, он говорит, что для Гиммлера в этом тексте Правдина у Гиммлера многое должно было срезонировать с этим текстом Правдина, потому что он наставил на том же самом. Идея уничтожения 30 миллионов русских, там или советских людей, это вот именно оно. Ну а что можно еще сказать по поводу других показаний? Показания о подобных инструкциях, их очень много, и даже на низшем уровне, я не включил это в презентацию для экономии времени, но буквально на днях я ознакомился с показаниями Гансарица, это низший ЧНСС, который был захвачен в Таганроге в 43-м году и предстал в качестве подсудимого на Харьковском процессе, он получал такие же инструкции. Другой подсудимый из генеральной, из тайной полевой полиции, Рейнгард Рецлов, которого тоже судили на Харьковском процессе, он говорит, что нам читали соответствующие лекции о том, что русские это варвары, и о том, что их число должно быть сокращено, их слишком много. То есть они были на это нацелены, и, соответственно, это реализовалось в их политике. Ну и вот еще одно очень интересное дело, это дело, которое в скором времени будет полностью обнародовано, это дело Карла Клауберга, это один из самых чудовищных нацистских врачей, который проводил садистские эксперименты в Аушвице, фактически сосед доктора Менгеля. Цель, которую Гиммлер поставил Клаубергу, это искать способы обеспложивания крупных масс народа. И Клауберг проводил такие эксперименты в основном на еврейских женщинах, на еврейских заключенных Аушвиц, но с какой целью? Вот советская СМЕРШ с этим очень подробно разбирался, потому что Клауберг, говоря простым языком, пытался соскочить, он уверял, что он был обычным гинекологом, заботился о женщинах, ни о каком уничтожении не знал, слухи ходили, но он был далеко, его это интересовало. Но советские следователи как-то с этим не согласились, мало того, что были допрошены потерпевшие, так еще и советское следствие потребовало в Польше, у польских коллег, допросить Рудольфа Хёсса, бывшего коменданта Аушвицца, и вот показания Хёсса, это прямо бомба, потому что Хёсс там рассказывает очень подробно, и в частности здесь у нас снова появляется Адольф Эйхман, с которого я начал свой рассказ. Адольф Эйхман в ходе окончательного решения еврейского вопроса посещал Аушвиц, и в частности он давал инструкции, касающиеся работы Карла Клауберга, говорил, зачем это нужно. Но в показаниях Хёса это звучит так, что Гиммлер неоднократно говорил Эйхману о том, что после уничтожения евреев наступит черед славянских народов, в частности чехов и поляков, но уничтожать их будут другим способом, а этот способ – поиск метода обеспложивания. Есть показания другого человека, это референт Гиммлера Рудольф Брандт, который предстал перед судом на первом малом нюрнбергском процессе, где советского обвинения уже не было. Рудольф Брандт говорит, да, всё так и было, Гиммлер ставил такую задачу, но он говорил о том, что целями будут поляки и русские. По всей видимости, все эти народы так или иначе подверглись бы этой политике, если бы она увенчалась успехом, и всё это есть в следственных делах. То есть фактически надо понимать, что Красная Армия прервала уже начавшийся геноцид. Ну и насколько всё вот это, все вот эти показания, ведь можно сказать, что это всё советские следователи выбивали. Но почему тогда Бахзилевский в американском плену говорит то же самое? Вот непонятно. Все эти показания, они очень хорошо коррелируют с заявлениями самого Генриха Гиммлера, который хоть и пытался фальсифицировать документы, но в очень узком кругу он был достаточно откровенен. И вот что он говорил в 1941 году. Это война идеологий и борьба рас. На одной стороне стоит национал-социализм, идеология, основанная на ценностях нашей германской, нордической крови. Стоит мир, каким мы хотим его видеть, прекрасный, упорядоченный, справедливый в социальном отношении, наполненный культурой. На другой стороне стоит 180-миллионный народ, смесь рас и народов, чьи имена непроизносимы и чья физическая сущность такова, что единственное, что с ними можно сделать, это только расстреливать без жалости и милосердия. Гиммлер был постоянен, поэтому нечто похожее он говорил и в апреле 1943 года. Он говорил, кстати, в Харькове, им пришлось чудовищно мобилизовать свой народ. Я считаю, что мы должны подходить к ведению этой войны и нашего похода на восток следующим образом, как мы лишим русских максимального числа людей, живых или мертвых. Мы делаем это, убивая их, беря их в плен и заставляя работать, стремясь полностью заполучить свою власть области, которой мы занимаем, и оставляя области, которые мы покидаем, полностью безлюдными. Если мы, я убежден в этом, будем вести войну, последовательно проводя линию на уничтожение людей, то лично я не сомневаюсь, что еще в течение этого года и следующей зимы русские будут обескровлены. В декабре того же года Гиммлер был еще более откровенен. Он сказал, немецкий народ, единственный, который может отбить, победить, и можете спокойно использовать это слово, истребить, массово истребить этих русских до последней горстки. И мы сделаем это, они истекают кровью, конечно, медленно, но верно. И примерно в то же самое его время он сказал своему личному врачу Феликсу Керстену, главное управление СС по вопросам расы и поселений почитало, что к 52 году население России составит 200 миллионов. Оно растет со скоростью где-то 3 миллиона в год. Чтобы справиться с этим, говоря по-военному, мы должны убивать от 3 до 4 миллионов русских в год. Вот таких свидетельств, исходящих лично от Генриха Гиммлера, зафиксированных, а есть даже одна аудиозапись с подобным высказыванием, слишком много, чтобы от них можно было отмахнуться и не замечать их полного пересечения с теми показаниями, которые сейчас открываются в ходе расследования. Ну и естественно, что Адольф Гитлер также был покровителем Гиммлера и сторонником именно этой линии. Вот недавно на русском языке я наконец-то опубликовал полную стенограмму переговоров Гиммлера с Михаилом Антонеско, вице-премьером Румынии, где прозвучали такие слова. В будущей Европе должны быть только две расы, латинская и германская. Эти две расы должны работать вместе в России, чтобы уничтожить славян. Нельзя выступать против России с юридическими или политическими формулами, потому что русская проблема гораздо серьезнее, чем многим кажется, и мы должны найти методы колонизации и биологического устранения славян. Это прямое признание в наличии геноцидального умысла. Но не получилось. И вот здесь я хотел бы остановиться. В конце на теме возмездия оно пришло в неожиданной форме. Гитлер, вы знаете, застрелился, а Гиммлер был не таков. Он пытался скрыться и, переодевшись, блуждал по Германии, надеясь, что ему удастся покинуть страну и как-то потом существовать. Но не получилось. Не получилось. Вот эту одиссею Гиммлера прервали, и это очень интересное совпадение, два советских человека. Одного звали Василий Губарев, а второго звали Иван Сидоров. Оба русские мужики, оба из деревни, оба неграмотные, оба попали в плен в самом начале войны. Один в августе 1941 года, а второй в сентябре. И оба выжили. Вот таким парадоксальным образом. И когда их освободили союзники в Западной Германии, это были англичане, и Сидоров, и Губарев записались в комендантскую роту, которая под командованием англичан, должна была патрулировать окрестные деревни и дороги. И вот 21 мая 1945 года они вышли в патруль. Англичане некоторое время попатрулировали, пошли пить кофе, а русские продолжили свою работу. И внезапно увидели трех мужчин, которые возле деревни Майнштадт тайком перебегали дорогу. Русские закричали «стоять!». Мужчины сначала не останавливались, но Губарев и Сидоров их догнали, наставили на них оружие, заставили предъявить документы. Документы оказались без подписи и печати. Внимание! Советский солдат привлек один из этих людей, у которого была повязка на левом глазу. Он показался им подозрительным. И они отвели всю эту троицу к своему капралу. Капрал, который только что попил кофе, был настроен благожелательно, и сказал, что это какие-то больные, убогие, надо их отпустить. Но советские люди увидели фашистов и сказали, что нет, давайте отведем их в лагерь, пусть их там допросит. И отвели. А спустя три дня в лагерь прибежал какой-то высокопоставленный английский офицер с переводчиком, потребовал Губарева и Сидорова, и прокричал, что знаете, кого вы поймали? Кого? Это рейсфюрер эсэс Генрих Гиммлер. Это именно он был с зеленой повязкой. Он оказался в лагере для военнопленных, и его тут же опознали свои. Он потребовал встречи с фельдмаршалом Монтгомери. Ему сказали, что нет, никакого Монтгомери не будет. И тогда Гиммлер раскусил ампулу с санистым калием. Результат вы видите на экране сейчас. Вот так вот два человека, фактически приговоренные к смерти из числа тех 30 миллионов, о которых Гиммлер говорил в Вивелисбурге, руками проведения, осуществили возмездие над одним из самых страшных нацистских преступников. И на этом, дорогие друзья, сегодня все. Включите, пожалуйста, свет. У нас есть несколько минут. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Пожалуйста, вот у нас есть вопрос. Раз, два, три, в четвертом ряду. Здравствуйте. Егор Николаевич, спасибо за очень актуальную тему. И вообще лично от меня вы поднимаете просто кровный такой вопрос. Я думаю, для всего русского народа. Низкий по вас поклон, например, вот от моей мамы, бабушки и всей моей семьи. Вот именно они были в концлагере. И вот именно они были признаны, вот в 44-м были угнаны при отступлении фашистов в Себежского района, в Псковской области, я знаю, ваша бабушка также партизанила в этих краях, да, в концлагере. Выжили они там. Ну ладно, это особая история, только потому, что держались вместе. И мама моя, слава богу, естественно, выжила. Вот, и у меня единственный вопрос. Почему мне с детства, когда я слышала вот эти истории о концлагере, о всех партизанах, люди были вынуждены находиться в лесах партизан, потому что немцы зверствовали так в Псковской области. Ну я думаю, касаемо всех этих районов, это даже не описать. Когда рассказывают простые люди, это у меня до сих пор в детстве стоит в ушах. А почему мы о Холокосте все знаем, да, уничтожение меня всегда, а почему геноцид русского народа, славянского, ну я там украинцев, белорусов не делю, да, почему вот этот вопрос никогда не поднимался даже в советский период? И только вы его подняли. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Я сейчас написал большую статью как раз об этом, но здесь нужно расставить акценты правильно. Если мы говорим с вами непосредственно о геноциде, то надо понимать, что в юридическом смысле понятие геноцид, оно появилось позже Нюрнбергского процесса, это произошло только в 1948 году, 9 декабря, и вот как раз сейчас, через несколько дней, мы с вами будем отмечать очередную годовщину появления понятия геноцид, будут большие конференции у юристов и у историков, посвященных этому моменту. Если мы с вами обратим внимание на раздел преступления против человечности международного, это по приговору международного Нюрнбергского трибунала, то там совершенно четко написано, что зверства нацистов, совершаемые на Востоке, то есть в СССР и Польше, были предприняты не только с целью запугать население, но и были частью плана, состоявшего в том, чтобы полностью отделаться от местного населения путем изгнания и истребления для последующей колонизации этих территорий немцами. И таким образом, с моей точки зрения, хотя термина геноцид еще и не было, но международный Нюрнбергский трибунал не только в лице советского представителя, но и в лице всех представителей английского, американского и французского все-таки признал наличие геноцида, существование геноцида. Мы сейчас, по сути, осуществляем новое исследование, которое подтверждает ту старую оценку, которая была дана в 1946 году международным Нюрнбергским трибуналом. А вот появился новый термин геноцид в 1948 году, но приживание этого термина было очень тяжелым, потому что в 1951 году, когда конвенция ООН была ратифицирована в ООН значительной частью стран, одна из стран эту конвенцию не ратифицировала. Кто сможет, как вы думаете, какая страна не ратифицировала в 1951 году конвенцию ООН о геноциде? Хорошо. Кто скажет, почему? Почему? Ну, близко, но не совсем. В том же 1951 году в ООН общественная организация, которая занималась защитой чернокожего населения, выступила с прокламацией под названием «Мы обвиняем в геноциде». Речь шла о том, что чернокожее население подвергается сознательному давлению, и последствием этого давления является уменьшение темнокожего населения. То есть оно сознательно американским правительством ставится в более худшие условия жизни, и эти условия жизни приводят к его вымиранию. Согласно определению конвенции геноцида, геноцидом являются не только прямые убийства, но и создание таких условий для вымирания, сознательное. И американское правительство не ратифицировало эту конвенцию, потому что, да, оно боялось обвинений в том, что сейчас будет мощный накат обвинения американцев в геноциде. И надо сказать, что этот накат был. Естественно, что страны Восточного Блока, просоветские страны, Советский Союз, вся левая пресса, они вот это движение очень активно поддерживали. Но не надо забывать, что Соединенные Штаты все-таки были второй на тот момент, делили первое и второе место Советским Союзом, это была влиятельнейшая страна, лидер Западного Блока, и поскольку она конвенцию ООН не ратифицировала, то понятие геноцид оставалось, скажем так, понятием второго юридического ряда. Все-таки понятие преступления против человечности, фигурировавшее на Нюрнбергском процессе, оно превалировало, было более предпочтительно. И так происходило до конца 80-х годов, когда американцы все-таки начали, они ратифицировали эту конвенцию, и только после этого ООН начала ее активно применять. Вот в 90-е годы состоялись два международных суда ООН, и был признан геноцид в Руанде, вы знаете, и геноцид в Сребренице, в Боснии-Герцоговине. Но, тем не менее, это все не значит, что в Советском Союзе не писали и не говорили о геноциде славян. Вот я поинтересовался этим вопросом, если открыть, например, большую советскую энциклопедию, там в статье «Геноцид» написано, что самым ярким признаком геноцида являлась политика нацистской Германии в отношении евреев и славян. И, надо сказать, что были на Западе работы, посвященные славянскому геноциду, были таких работ очень много в Западной Германии, точнее, вообще в ФРГ, после объединения. И вот я не случайно процитировал двух немецких историков в начале своего доклада. А наша проблема заключается в том, что после распада Советского Союза это стало никому неинтересно. И многие, как мне кажется, считали, что если они сейчас начнут рассказывать про гитлеровские зверства, то советский режим, который эти гитлеровские зверства однозначно и окончательно пресек, то он будет выглядеть не таким уж ужасным. А вы сами знаете, какой исторический тренд был в 90-е и нулевые. Поэтому это серьезно замалчивалось. И сейчас мы вынуждены преодолевать эту инерцию. Это первый момент. Второй момент, что, конечно, наука, ну и в первую очередь российская, она не смогла четко обозначить отличия славянского геноцида от Холокоста. На мой взгляд, эти отличия есть, и нужно их не стесняться, их проговаривать, потому что еврейское население уничтожалось тотально, во-первых. Во-вторых, экстерриториально. То есть еврей уничтожался в любой точке Европы, был предназначен к уничтожению в любой точке Европы и в Советском Союзе, и в Польше, и во Франции, и в Венгрии. А славянин нет. И какой-нибудь славянин, который жил в Германии, ну типа Петра Николаевича Краснова, и был признан арийцем, и был политически, конечно, вполне приемлем для гитлеровского режима, он в его жизни ничто не угрожало. Геноцид славян, он был производен от идеи жизненного пространства. Им нужно было доцимировать демографические позиции славянских народов, чтобы русских было как можно меньше, и чтобы они своей численностью не могли бросать угрозу, и почистить территорию, потому что эту территорию должны были занять немецкие колонисты. И в этом смысле идея, мотивация вот этого славянского геноцида, она немножко другая, не совсем такая, как у евреев. Но это не проговаривалось, и отсюда создавалось ощущение, и некоторые историки Холокоста до сих пор так и делают. Они сравнивают политику по отношению славянам к Холокосту, с Холокостом, видят, что там нет полного тождества и говорят, это не геноцид. А сравнивать надо не с Холокостом, а с определением, которое находится в Конвенции Организации Объединенных Наций. В частности, вот у нас есть историки, которые, так сказать, на голубом глазу говорят, что эта конвенция дает неверное определение, что оттуда, вы помните, я называл это определение, там говорится, уничтожить полностью или частично. Они говорят, частично не годится, только полностью. Но вы же понимаете, что одномоментно уничтожить русский народ было невозможно. Евреев было уничтожить очень сложно. Их было 11 миллионов по всей Европе, и это требовало фантасмагорических усилий, но тем не менее нацисты попытались. А русских было 100 миллионов. Как их уничтожить одномоментно? Это было сделать нельзя. Это было невозможно завуалировать. И поэтому уничтожали по частям. Вот первый план был 30 миллионов. Преимущественно голодом, но и методом прямых убийств. И проблема, еще раз повторюсь, в том, что да, эти вещи были не проговорены, эти отличия были не описаны. Мы их только сейчас описываем. Ну и третий момент, почему не говорили. Вот то, с чего я начал. Они фальсифицировали документы. Они издавали документы, которые провоцировали систему массовых убийств, но в самих этих приказах не говорилось о том, что они хотят уничтожить как можно больше русских. Они издавали такой документ и давали к нему устный комментарий. Хотя в некоторые документы вот эта позиция демографического подрыва все равно попала, избежать этого не удалось. Но они адекватно могут быть поняты и проанализированы и оценены только в свете свидетельских показаний, то, о чем я и говорил. Это та же самая ситуация, что и с Иванзейской конференцией. Если бы не было показаний Эйхмана, мы бы знали о том, что там происходило, гораздо меньше. А судили бы только по протоколу, который был совершенно явно фальсифицирован, где нет ни слова про газовые камеры и Аушвиц. Вот такой вот ответ. Я могу и дольше говорить. Извините, может быть, что так пространно, но да, действительно, это важная тема и ее стесняться не нужно. Я вот где могу, там и двигаю ее. И более того, я вам скажу, что если мы сами не будем это двигать и анализировать, нам, про нас никто не вспомнит. Вот так получилось, там сложилась конъюнктура в Германии, что об этом писали, а у нас на это никто внимания не обратил. Давайте будем делать это сами. Пожалуйста. Спасибо. Я покатил короткую иллюстрацию, тоже на основе истории моей семьи. Дед, будучи в Западную Украину, угнали в поезде маленьким ребенком, сбежал, и он жил где-то в Пруссии на ферме с хрюшками. Это были добрые немцы, они не стали его сдавать, и он просто жил на уровне свиней. То есть лучше как бы немцы, уже даже, если говорить про обычных людей, да, не бонус, они максимум относились как к животным. Ну, то есть, в хорошем смысле, то есть, что нормально. Вот такая. В связи с этим, такой вопрос, вот вы пытаетесь добиться юридического признания геноцида, а в чем идея? То есть мы как поляки будем с них там опять триллионы требовать или что-то еще? Вот кроме как бы морального, понятное дело, это необходимо сделать, я согласен. Но какие-то юридические последствия, что вы думаете? Какая конечная точка? Я не представитель государства, поэтому я бы даже, если бы захотел, ничего с них требовать не смог. Мне это нужно не для этого, и не для этого я совершенно все это делаю. Ну, все очень просто, понимаете, мы с вами живем в эпоху, когда ветераны уходят. И как бы это не было горько, но пройдет еще 10-15 лет, не останется никого, не будет ветеран, никто не сможет уже рассказать от первого лица, что это была за война, против чего сражались. И очень важно вот именно в этот момент написать правильную, подлинную историю этой войны, чтобы наши потомки, даже не мы, а наши потомки, внуки, правнуки, понимали, что угрожало нашему народу и что он смог преодолеть. То есть это, по сути, ключевая точка сборки нации, победа в Великой Отечественной войне. Это же не обычная война была. Это не была такая война, как, не знаю, крымская или русско-турецкая какая-нибудь одна из войн. Это была война, с их стороны это была война на уничтожение, а с нашей стороны это была война на спасение. И это уникальный эпизод нашей истории, когда весь наш народ застыл в шаге от уничтожения, и наше государство застыло в шаге от уничтожения, потому что никакой государственности быть не должно было. Речь не шла, то есть, конечно, речь шла о сокрушении советского режима, и большевики были экзистенциальными врагами нацистов, но на место большевиков Гитлер не вез никакого в обозе Квислинга или Питена. Здесь должна была быть немецкая власть и жить немецкие жители. И мы защитили нашу историю, наше прошлое, наше настоящее и наше будущее именно в этой войне. И вот очень хочется закрепления именно этого смысла в учебниках, в литературе, в представлении, в тем, что называется историческая память. Ну давайте, пожалуйста, вот из левой стороны последний вопрос. Человек. Хотел, в первую очередь, поблагодарить за организацию столь классного мероприятия. Вопрос у меня такой. Знаем ли мы что-то про отношение в нацистском руководстве к неславянским народам СССР? Может быть, были какие-то тоже планы на них в дальнейшем? Ну, я имею в виду и там народы Кавказа, Поболжья, Средней Азии и так далее. Конечно, знаем. Конечно. Мы достаточно много об этом знаем. Надо понимать, что вся эта политика была достаточно непоследовательна. И в каком смысле непоследовательна? Она очень зависела от того, как шла война. И от того, кто какие решения принимал. Вот, например, Альфред Розенберг. Это очень такая неглупая и яркая фигура в нацистском руководстве. И проблема Розенберга была только в том, что он был очень слаб в аппаратных играх. Если бы он был более силен, то, может быть, рисунок войны шел бы несколько иначе. Розенберг считал, что главные враги это большевики и русские. И у него это, так сказать, несколько в голове совпадало, может быть, даже. Но и русские без большевизма тоже враги. И для того, чтобы их победить, это очень опасные враги. А Розенберг, я вам напомню, что он вообще-то российский прибалт, он в Российской империи вырос и там заразился вот этой русофобией. И советофобией тоже. И он считал, что для того, чтобы сокрушить вот этих главных врагов, нужно обязательно пестовать местные национализмы. То есть вот мне нравится это выражение, что слона нужно есть по кусочку, его можно есть по-разному. Можно уничтожать, а можно переформатировать какие-то части большой общности и таким образом ее ослаблять. Ну, например, что они придумали? Розенберг это тоже очень активно пестовал. Они придумали, что казаки это не русские. Казаки это отдельный древний народ, который происходит от готов, то есть от германцев. Это тоже германцы, это арийцы. И они стали это навязывать. Почему там Краснов вот свой? Потому что вот он от готов. И это позволяло увеличивать свой демографический баланс и, соответственно, уменьшать демографический баланс противника. Но это казаки, это тоже, в общем, славяне, да, а не славянские народы. Какая там была политика? Значит, с одной стороны, пытались пробудить национальные, не национальные, националистические движения, которые были бы направлены против коммунистов и русских. В некоторых народах такие движения удавалось пробудить. И отсюда там татарские националисты в рядах вермахта, например. Отсюда проблемы на Кавказе, которые были. Крымские татары, очень серьезная проблема в Крыму. То есть они вполне себе, ну не они в целом как народ, но были контингенты, которые активно действовали на стороне нацистов. Но с другой стороны, в верхушке Третьего рейха, вот в частности Гиммлер придерживался этой точки зрения, было отвращение к азиатам. И первоначально, вот зимой 41-42 года, когда действительно в плену оказались миллионные массы, с одной стороны вымирали военнопленные, там 2 миллиона человек за зиму умерло. Но с другой стороны, вот кого они отпускают? Они отпускают украинцев, они отпускают прибалтов, фольксдойчей. Они отпускают их по деревням, надеюсь, что это вот будущая рабочая сила на оккупированных территориях. А умирают русские и азиаты, причем азиатов периодически убивали первоочередно, потому что они считались вот, так сказать, лицом тех интерменшей, которые противостоят Германии. И в пропагандистских материалах в каком-нибудь дойче Вахенша у азиатов специально отбирали, включали их в видеохронику и показывали в немецких кинотеатрах. Вот посмотрите, с кем мы воюем. И Гитлер даже сказал хорватскому маршалу Славка Кваторнику поздней осенью 41-го года, что вот на нас давит огромная монголоидная масса, Красная Армия – это монголы. Славка Кваторник удивился и сказал, что вообще-то в Первую мировую войну царская армия состояла из русских крестьян. Что вы сказали? Сказал ему Гитлер. Их всех истребили большевики. Теперь только монголы. Вот. Так что вот примерно такая политика. Там, где эти народы могли, там, где их удавалось оторвать от русских и от коммунистов, и там, где их удавалось использовать как пушечное мясо, у немцев не хватало демографии, они их использовали. Но исключительно как пушечное мясо. Конечно, никакой реальной независимости им даровать никто не собирался. Они должны были в той или иной форме служить немецкому арийскому господину. Такой вот ответ. Друзья, большое спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok